МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. На торговой улице торговали улицы. Как проезжая часть оказалась проданной под коммерцию, смотрите через минуту. Панажовщина в центре Питера. В результате драки пятеро дагестанцев попали в больницу. Праздник культуры и спорта в Грозном. Кто представлял Дагестан на 10-м юбилейном фестивале, расскажем сегодня. Пятеро дагестанцев попали в больницу после Панажовщины в центре Питера. Драка закончилась госпитализацией пятерых дагестанцев и одного азербайджанца. Участниками инцидента, произошедшего в ночь на субботу, стали 16 человек. Потасовка началась со словесных оскорблений, которая переросла в драку. У потерпевших зафиксированы ножевые ранения, а также ранения от пневматического оружия. Известно задержание на месте инцидента 25-летнего молодого человека. Еще один мужчина, 22 года, был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Жители улицы Торговой Махачкалы возмущены закрывшим тротуар соседам. Фактом заинтересовались представители администрации города и выехали на место. Вот только придраться было не к чему. Как ни странно, все оказалось законно. Как проезжая часть оказалась проданной под коммерцию, причем со всеми необходимыми документами попытались узнать наши корреспонденты. Владельцу этих двухэтажных хором, видимо, было мало своего дома, мало двора, и он решил присвоить себе еще и тротуар. Как ни странно, со всеми соответствующими для этого документами на руках. Все честно, но на бумаге, как подозревают соседи, липовой. Народ что может сделать? Если с ним драться или воевать что-нибудь? У меня документы есть, зеленка есть. И все. А люди, никто ничего не может сказать. Зачем выходить на дорогу? Нежели земли мало. Тем более, человек бедный был бы, он бы, наверное, не вылез бы. Наверное, человек обезет деньги. Но купи ты рядом план, купи три плана себе, правильно? Зачем же выходить на кассу всем людям? Ведь каждый человек смотрит на него с обидой. То, что он неправильно делает он. Занял территорию, в которой мы ходим. Дети наши ходят, внуки наши ходят здесь. Улицы торговые. Прилегающие к ней тюльпаны образуют дорогу протяженностью около двух километров. По сути, дорожники занимались строительством новой дороги. Так как раньше здесь изредка проводилось только грейдирование. По обеим сторонам улицы созданы тротуарные зоны. Но когда работы дошли до торговой, никто не мог ожидать увидеть такой картины. Я дал своим инспекторам команду разбираться, поднять документ. На основании чего и на основании каких документов оформлены права на этот земельный участок. В данном случае на улице торговой нарушаются все правила градоцветных норм. Надо безопасность дорожных движений. В частности, перекрыт тротуар, пешеходная зона. Дорога делается для жителей этого микрорайона, для пешеходов. Как вы видите, пешеходный переход упирается в стоимку здания. При этом не предусмотрена ни парковка транспортных средств, ни проход пешеходов. То есть нарушаются все нормы безопасности дорожных движений. Для сноса объекта будет необходимо судебное разбирательство. Ну а пока соседям захватчика тротуара придется каждый раз выходить на проезжую часть, чтобы обойти запланированное под коммерцию здание. Хадижа Крубанова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Служба в армии может стать необязательной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью одному из центральных изданий. При этом он отметил, что не считает отмена призыва правильным решением, что армия в любом случае нуждается в определенном количестве призывников. Помимо контрактников, вооруженным силам нужен и мобилизованный резерв. Также он пояснил, что на сегодняшний день военных профессионалов больше, чем призывных. Это обусловлено тем, что обслуживать военную технику может только подготовленный специалист. В образовательных учреждениях республики стартует неделя безопасности. Профилактическое мероприятие посвящено вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. В рамках акции инспекторы ГИБДД будут проводить лекции и беседы не только с детьми, но и с их родителями. При этом внимание будет обращено на особенности восприятия информации детьми разных возрастов. Акция пройдет до 27 сентября. Стихийные рынки сотрудники Росерхозназора провели рейдовые мероприятия близ поселка Манас. Так, было установлено, что предприниматели осуществляли продажу пшеницы и ячменя без документов, подтверждающих их качество и безопасность. По выявленному факту, все нарушители привлечены к административной ответственности по статьям 14.43 и 10.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Наложен административный штраф. Зерно, выпускаемое в обращение, не прошедшее необходимые процедуры оценки соответствия, может причинить вред жизни и здоровью человека и животных. И о спорте. В эти выходные город Грозный стал центром истории и традиций. Здесь, на стадионе имени Султана Белимханова, прошел юбилейный 10-й фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В программе театрализованное представление и спортивные состязания. Участие в нем приняла и наша республика. Все подробности в сюжете Зумруд Гамидовой. Развитие массового спорта и межкультурных связей. Именно с этой целью в 2010 году был организован фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, больше известных как Кавказские игры. Сегодня к этому фестивалю готовятся с полной отдачей. Ведь это не только презентация своей малой родины, но и статус сильнейшего спортивного региона. Весь колорит Северного Кавказа можно было увидеть в столице Чеченской республики. На главной спортивной арене Грозного зажгли аналог Олимпийского огня. Так открылся фестиваль. Каждая республика показала свою культурную программу. Дагестан представлял государственный ансамбль танца «Молодость Дагестана». В юбилейном фестивале принимали участие более 700 спортсменов и деятелей культуры из семи регионов СКФО. Спортсмены состязались в 12 дисциплинах, среди которых перетягивание каната, передвижение на ходулях, поднятие тяжести, борьба на пальцах и другие. Для нас этот фестиваль значит очень много. Почему? Потому что для Кавказских республик это дружба между собой, взаимоотношения, взаимоуважение друг к другу. Это очень много значит. И все мы знаем, что спорт как спорт. Ни один вид в мире никого не сплачивает так сильно, как спорт. Поэтому вот здесь вы сами видите, какое окружение, какая атмосфера среди спортсменов дружеская. Драматичным выдался финал мини-футбольного турнира между дагестанской командой и хозяевами поля. Чеченские футболисты первыми открыли счет в матче, но второй тайм остался за сборной Дагестана, которая не только сравняла счет, но и вышла вперед, добившись волевой победы. Финальная игра, драматичная игра, очень напряженная игра была. Ну, команда хорошая Чеченской республики, мы, честно говоря, их не натиск выдержали. И в конце два мяча забили и выиграли. Самым зрелищным этапом состязаний, который организаторы оставляют на финал, считается перетягивание каната. Реакция публики, как на футбольных матчах. В борьбе за золотые медали встретились сборные Дагестана и Чеченской республики. В упорном противостоянии при счете 1-1 победу вырвали хозяева. Близки к победе были и дагестанские рукоборцы, которые были хороши во многих поединках, однако в командном зачете в армрестлинге мы вторые. Как и в прыжковом двоеборье, однако в личном зачете среди мужчин первое место занял наш спортсмен Алексей Просвирин. Сложилось сегодня все благополучно, удачно, нет, нелегко даются победы. Я, если честно, рассчитывал хотя бы попасть в призы, потому что была у меня травма и подготовка была очень легкой. Но наш внутренний протест был сильнее всех этих противоречий, неудобств, и мы собрались и выиграли. Глава спортивного ведомства Дагестана считает, что фестиваль объединил весь Кавказ. По его мнению, такие мероприятия пропагандируют дружбу и понимание между народами. Лучше, сильнее нашей команды нет. Приехали, а с вами находится дружба и братство народов Северного Кавказа. И вот исходя из этих моментов, так понимаю, что подходим к тем или другим сопротивлениям. Отталкиваясь от этих ценностей, мы, конечно, кое-какие уступки делаем. Участники фестиваля соревновались не только в силе и ловкости. Недалеко от стадиона развернулись национальные подворья. Каждый регион представил свой уникальный характер и колорит. Кабардино-Балкария удивляет национальными костюмами, а Ставрополье – казацкими сувенирами. Вот в таком павильоне расположилась традиционная дагестанская экспозиция. Здесь представлено все – известные кубачинские изделия, народные промыслы, национальные костюмы, ну и, конечно же, кухня. Все то, что может познакомить гостей и участников фестиваля с культурой и историей дагестанского народа. Медали разного достоинства завоевали дагестанцы и в других видах спорта. Согласно итогам, чеченская сборная завоевала первое общекомандное место. Серебро завоевали наши спортсмены. Бронзовые медали у команды Ингушетии. В следующем году хозяйкой фестиваля станет Карачаева-Черкесия. Зумруд Гамидова, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Чеченская Республика, Грозный. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин